ДИСГАРДИОМ Пролог. Алекс. Интрогель капсулы схлынул, и я схватился за поручни. Четверть часа назад мы с Большим Попре кончили отродье бездны и запустили таймер перегенерации с тыла в ущелье, после чего новое ядро Чумного Мора назначило Ланейран высшим легатом. Кислая физиономия Магвая и самодовольная Большого ПО стали последним, что я увидел, перед тем, как меня выкинуло в Реал. Шесть часов до перезапуска с тыла в ущелье. В другой жизни или в лучшем будущем после всего, что пережил, эти шесть часов я бы потратил на сон. Но, видимо, вселенная посмеялась надо мной, сделав инициалом спящих. Что позволено спящим, не позволено их инициалу, ведь если он уснет, им придется проснуться. И тогда... Да эльф его знает, что тогда случится. Покойный Киран Джексон, бывший управляющий директор Сноусторма, говорил, что после пробуждения спящих Дисгардиум в текущей версии будет уничтожен, стерт, а вместо него мир запустится заново. Девственно новый, безжизненный, и, возможно, его развитие и эволюция пойдут совсем по другому пути. Не будет ни ушедших, ни демонического пакта, ни конфликта старых и новых богов. Это потеряет смысл, ведь все, ради чего я отказался от спокойной жизни и своего счастливого будущего, окажется потеряно. Нет, пусть уж лучше сон спящих продлится вечно. В общем, пока боги спали, а таймер начал отсчитывать вторую минуту, я выскочил из капсулы и начал быстро одеваться. Прикидывая, на кого могу рассчитывать, помимо Уэсли, который вышел в Реал вместе со мной и сейчас направлялся сюда. Тиса где-то на пути к Элизабет из Белых Амазонок, тетке Лиэма, которая должна помочь ей встретиться с Хинтерлистом, а уже тот отправит ее к нам. Учитывая, что небо над Калийским дном контролируется наемниками детей Кратоса, это будет не так просто. Эдвард и Рита до сих пор в больнице. Хайро вчера собирался перевезти их на базу, чтобы забрать с нами в космос, но флайер, где находились он и Вилли, сбили на взлете, а наша яхта взорвалась на космодроме. Персонаж Тобиаса застрял в бездне, вытаскивать его оттуда смысла вроде нет. В Дисе он все равно не помощник, но нужно через него выяснить планы Нергала и Девятки. Первый инквизитор Лорион рассказывал, что в Даранте собираются все жрецы Лучезарного, чтобы совершить обряд призыва Девятки, и если он еще не проведен, им нужно помешать. Иначе, если Девятка придет на помощь детям Кратоса, все остальное уже не будет иметь значения. Малик. Малик мертв. Остаются только Ханк и Тамоши. Хотя еще надо позвать Дьюлу и Менни, им работа тоже найдется. И Большой По. Не густо. А ведь за оставшееся время нужно запланировать и сделать так много, что дорога каждая минута. Уверен, дети Кратоса, поняв, что зона изоляции вот-вот перестанет быть таковой, уже готовятся к теплому приему топовой угрозы и легатов Чумного Мора. Открыв двери спальни, я остановился на пороге. Мерцающий голографический экран, где отображалась картинка с камер наблюдения, был единственным источником света. В этой полутьме, сидя в инвалидном кресле, дремал Леонид Фишелевич. Безногий ветеран-миротворец, привлеченный Хайро, пилотировать нашу яхту, которая... В общем, нет у нас больше яхты. Да уж, и этот тоже не помощник. Обеими руками он крепко сжимал фляжку, а очнулся только когда я уже открывал наружную дверь. «Эй, пацан!» Сипло каркнул он мне в спину. «Стоять! Куда собрался?» «Доброй ночи, мистер Фишелевич», сказал я, обернувшись. «Мне нужны все офицеры клана. Сейчас же. Срочно. Соберете?» «Сек!» Буркнул он, потирая глаза и зевая, после чего свинтил крышечку с фляжки и сделал мощный глоток. Проглотил, зажмурился, потряс головой. Я едва сдержал раздражение из-за потери времени. «Вот теперь соберу». Широко зевнув, Фишелевич попробовал вызвать Хайру и Вилли, но те не ответили. Тогда он связался с Иваном. «Вань, пни своих диких, пусть прошвырнутся по этажам и подтянут к Аликсу всех офицеров». «Ага, всех». «Что?» «Да не твоих офицеров, а клановых, поименно!» Леонид задумался, и я пришел на помощь. «Пусть приведут Ханга, Тамоши, Тобиаса, Мануэля и Дьюлу. Если они в капсулах, врубайте экстренный выход. Чем бы они ни занимались, у нас есть дела важнее. А еще Уэсли. Он наверняка уже бродит по коридорам и ищет мою комнату». «Уэсли?» Поднял лохматую седую бровь Фишелевич. «А, понял, это тот прибывший вчера жердяй. И еще кто нужен?» «Хайру, Вилли, Сергей, Йоши». Перечислил я имена безопасников. «Иван тоже пусть приходит, это касается и его». «Слышал, Вань? В общем, молодежь Дисовскую и Хайру с его людьми. Ну и сам приходи». «Добро». «Паренек говорит, дело срочное, так что поживее там». Он посмотрел на меня, качнул головой, указывая на диван. «Ща все будут. Ты сядь, посиди пока, а я нам кофейку сварганю». «Сам сделаю», сказал я. «Вы лучше будьте на связи с Иваном, вам покрепче?» «Соображаешь, пацан. Сделай такой, чтобы от горечи глотку жгло». Именно такой кофе я сделал нам обоим. Обжигаясь, я пил, не чувствуя вкуса, пока дикие одного за другим приводили моих друзей и соратников. Мы обменивались хмурыми приветствиями, но я пока ничего не рассказывал, дожидался, пока придут все. Пришли все и даже больше. Там оши привел Энико, дочь нашего главного строителя. Последним явился Тобиас, подгоняемый Иваном. Ранее мне не доводилось общаться с лидером диких. Молча кивнув мне, увешанный оружием здоровяк со странно перекошенной челюстью и плохими зубами встал возле Хайро и шепнул что-то вроде «Нахрен я здесь вообще?» Моралес кивнул на меня и что-то ответил. Глядя на их осунувшиеся от недосыпа лица, я подумал о том, как долго мы еще выдержим в таком темпе. Хайро и Вилли вчера чуть не погибли, когда их акулу сбили. Йоши едва пережил нападение клона Тиссы. Сергей, только выдохнувший после восстановления обороноспособности базы, теперь ломал голову, как усовершенствовать фортификации в связи с новой угрозой. Кого-то вытащили из капсулы, кого-то из постели, кто-то бросил все дела, но возмущался только Тобиас. Что именно ему обломали в бездне, он не рассказывал, но кипятился так, что даже тамоши догадался. Уэсли, прислушиваясь к Тоби, задумчиво поскреб все пять подбородков. В гостиной стало очень тесно, и тогда Фишелевич, прикрикивая, принялся превращать столпотворение в заседание. Безопасники расселись на диване и в креслах полукругом. Иван встал за спиной Хайро. Менни с Дьюлой сели прямо на пол у стены. Эннико занялась варкой кофе в промышленных масштабах. Ханк и Тоби перетащили от стола стулья и оседлали их. Томми, отчаянно зевая, встал рядом с ними. Большой пот держался чуть в сторонке. Я подозвал его. Пусть вливается в коллектив. Сам я остался на ногах, чтобы видеть всех. Хайро встретился со мной взглядом. Кивнул. Встрепанный и помятый он дымил сигары и хлебал энергетик из жестяной банки. Из карманов его куртки торчали еще две. Эннико начала разносить кофе, а я, с трудом выталкивая слова сквозь пересохшую глотку, сказал. У нас мало времени. Часов пять. Но обо всем по порядку. Я начал с того, что на пороге моей личной комнаты в таверне появилась Тиса. Друзья-безопасники молодцы. Удивление и недоверие сдержали, превратившись в одно большое ухо. И просто приняли тот факт, что клон теперь и есть сама Тиса. Потому что в ней один в один личность настоящей Мелисы Шефер. Спасибо спящим, и будет их сон вечен. Потом я рассказал о том, как Тиса притащила мне от бегемота ядрышко чумного мора и помогла нам с большим поп прокачаться, как меня схватили жрецы Нергала, По стал новым ядром, а Магва и компания легатов спасли меня. Прервавшись на глоток кофе, я поведал, как Тиса была вынуждена бежать с базы детей Кратоса. Не забыл о девятке, которая должна явиться в Дис на рассвете, и Тобиас подтвердил, что так и есть, только наши на рассвете для бездны наступят лишь через полгода. Под конец я резюмировал. Нам с Уэсли удалось закрыть зону изоляции. Сейчас тылое ущелье на перегенерации и через пять с половиной часов станет частью большого дисгардиума. В сердце владения детей Кратоса, добавил Большой По. Стоит Скифу войти в Дис, как его тут же атакуют, и, учитывая возможности галлахеров и помощь Нергала, с большой вероятностью смогут ликвидировать. Такой расклад, сказал я. Вижу две основных задачи. Первая, привлечь союзников, чтобы они помогли нам с Уэсли вырваться оттуда. С союзниками беда, перебил Ханг. Общался с Ярым. По его словам, Хинтру, Хорватсу и полковнику, конечно, сильно не нравится, что без тебя дело спящих может посыпаться, и они потеряют бонусы единства. Но сделать они типа ничего не могут. Им доступа в зону изоляции детей Кратоса нет. Пока нет, хмыкнул я. А что лига гоблинов, а яма, деспот, помогут? Вчера только с ними говорил, когда мотался на Кхаринзу за Гиросом. Намекал, что нужно выручать тебя, делал от того, что услышал в ответ. Что? Не вариант. Ханг хотел сплюнуть, но опомнился и не стал. Для них-то, может, и не совсем в порядке, но вполне живой и наглядный торчишь возле кладбища Кхаринзы. С какой стати им лезть в драку с хреновыми детьми Кратоса? Их типа весь Дис уважает. Томоши счел нужным сообщить. Я научил кабольдов и трогов, Алекс-кун. Теперь все они, проходя мимо вашего основного персонажа, кланяются. И отдают честь. Ты там типа памятника торчишь или свит и никакой. Не весело пошутил Ханг. Короче, никто не поможет. Но пусть бегемот им скажет. Начал закипать я, потому что время утекало. Пусть придумает, что душа инициала застряла в стылом ущелье, потому и тело неподвижное ни на что не реагирует. Да понятно, что как тогда выкрутимся. Махнул рукой Ханг. Бегемот, глядишь, толкнет речу отправить неписи тебе на помощь, когда узнает, что ты вернулся. А если никто не поможет, фигня. Стылое ущелье и замок детей прямо у моря, так что на нас с Артаконом можешь точно рассчитывать. И на Гироса, добавил Тамоши. Легаты твои ведь тоже на что-то сгодятся, да, По? Спросил Ханг. А может и ты сам? Куда я денусь? Пожал тот плечами. Шепард для меня теперь свой брат Аницо, а мы Аницо всегда помогаем друг другу. Но времени у меня в обрез, мне где-то привязаться нужно. Я ж ядро. Оно не может шататься по миру, как заблагорассудится. Ядро, блин. Утёж дал себе полбу. Я в бездне. Гирос по остралу шныряет. Бом по морю на личном зверобоге. Грёбаный По вообще ядро. Про скифа молчу. Жесть, до чего мы дошли. Ну да, протянул Уэсли, подсоков языком. В прошлом году бегали по три стаду, а сейчас... Вы большой человек, Уэсли Сан, сказал Тамоши, поклонившись. Алекс Кун много о вас рассказывал. Очень большой, гоготнул Ханг. В капсулу не влезает. Вы вчера не познакомились, что ли? Спросил я у большого По. Неа, ответил он. Я вчера как прибыл и дождался настройки капсул и сразу нырнул. Ты ж меня ждал, так что я спешил на крыльях дружбы. Вы настоящий друг для Алекса Кун, Уэсли Сан. Снова поклонился Тамоши. Иван, наверное, подумал, что попал в цирк, за которым изумлённо наблюдали все безопасники. Хайру и Вилли едва сдерживались. Фишелевич, глядя на меня, постучал пальцем по запястью. Я кивнул в ответ, но промолчал, решив, что Уэсли нужно дать шанс почувствовать себя частью клана, что он здесь не чужой. Нам нужны союзные, а не враждебные ядро Чумного Мора. Спасибо за столь лестную оценку моих человеческих качеств, ответил Уэсли и тоже поклонился. Но прошу вас, Тамоши, зовите меня Большим По. Верите или нет, но совсем недавно гонял я, скифа, бомбовоза, краулера, тису, инфекта, пусть земля ему будет пухом, и утёса по всей песочнице. Вы были так могущественны уже в то время, Большой По-сан? Удивился японец. Да, скромно ответил Уэсли, потупив взгляд.